Всем привет! Вы на канале The Collector и теперь официально поздравляю с новым 2022 годом! Надеюсь, вы шикарно погуляли и продолжаете наслаждаться праздничным отдыхом. Такие моменты зачастую задаешься вопросом, чтобы такого интересного посмотреть. И уверяю вас, вы сделали правильный выбор, включив этот ролик. Берите скорее что-то вкусненькое, наливайте чаек, ведь нам предстоит посмотреть адвент-календарь с подарками по Гарри Поттеру. В прошедшем 2021 году был какой-то нереальный бум на адвент-календари. Их делали на разные тематики и все, кому не лень. Начиная от лего, заканчивая адвент-календарями для домашних питомцев с вкусняшками внутри. Поэтому чисто физически уместить все ролики в один месяц не представлялось возможным. А так хочется посмотреть все, что нам предлагают купить. И давайте переходить от слов к делу и приступать к распаковке. На лицевой части адвент-календаря мы видим герб Хогвартса со всеми факультетами. С обратной стороны небольшое описание, ну и конечно же предметы, которые попадутся внутри. Сам адвент-календарь запечатан в пленку и прежде всего необходимо избавиться именно от нее. Как-то в шутку в своем инстаграм я обмолвился о том, что точно знаю, какую коллекцию просто невозможно собрать. Это коллекция всяких разных вещей по Гарри Поттеру, потому что их ну очень много. И знаете, в этой шутке определенно есть доля правды. Начнем мы, конечно же, по порядку с первого окошка и посмотрим, что же внутри. Открывается довольно-таки легко и прям совсем открывается. То есть отрывается, открывается, отрывается. Да. Так, и внутри я вижу эта мягкая игрушка Добби. Таким образом он выглядит. Его можно повесить, например, на елку, либо носить как брелок. Хотя сама веревочка довольно-таки хлипкая. Что ж, я не любитель мягких игрушек. Тем не менее, почему бы и нет. Открываем вторую ячейку и ее еще нужно постараться найти. Три. Так, вот она. Она идет необычной формы. И внутри карточка с Дамблдором. Такая же карточка шла к шоколадной лягушке. Карточка, на которой меняется изображение Дамблдора в зависимости от того, под каким углом на нее посмотреть. И с обратной стороны информация. Что ж, несмотря на то, что это по сути безделушки, тем не менее, очень интересно. Интересно, что формат не выдержан в одном стиле, а попадаются всякие разные вещи. Так, третья ячейка. И здесь какой-то интересный брелок. Надо его еще достать. Ага. Плюс ко всему, мне очень нравится, что разные по размеру и форме ячейки. Очки и молния. Конечно же, это 100% отсылка к Гарри Поттеру. Честно говоря, металл по качеству так себе. То есть, не исключено, что он может поломаться в скором времени. Переходим к четвертой ячейке. Четвертой ячейке у нас... Снова брелок? Так. Нет, это что-то очень интересное. Это в формате брелка, на таком колечке, обычные бумажки. Судя по всему, для заметок. То есть, они все одинаковые. И на них, как вы видите, написана платформа 9,75. Прям удивляет меня этот адвент календарь. Ячейка номер 5. Так, пакетик даже был приклеен. Это, судя по всему, наклейка с распределяющей шляпой, которая светится в темноте. Потому что она такого зеленого фосфорного цвета. Так, прикрою эти ячейки, чтобы они не мешали. И ячейка номер 6. Опять, не сразу я нахожу ее. Довольно-таки маленькая. Что же здесь? Ага. Это похоже на ластик. Ластик с изображением яйца с подсказкой из кубка огня. Что ж, тоже имеет место быть. Смотрим седьмую ячейку. Кстати, я так посматриваю на 24. Она просто огромная. Интересно, что будет там. Так, в седьмой ячейке я уже понял, что здесь. Это воздушный шарик. Он запечатан вот в таком формате. На резиночке. Я не буду его разворачивать. А, выглядит он вот так. То есть, здесь написано Хогвартс. Опять же, герб. И он синего цвета. Ячейка номер 8. Опять же, очень-очень маленькая. Прям, я даже не знаю, как доставать отсюда наполнение. И вот здесь уже непонятно, что же это. Магнитная закладка для книги с изображением ночного автобуса. Да, набор по большей части состоит из каких-то предметов канцелярии. Ячейка номер 9. И я даже не понимаю, как они это делают, что на такой маленькой площади приходится глазами искать эту ячейку. Вот, ячейка номер 9. Так. Это скотч. Но, конечно же, не простой скотч, а на тематику Гарри Поттера. Черный, правда, на нем мало что-то видно хорошо. Здесь есть Гарри, Рон, знак даров смерти, сова, конечно же, Гермиона. В общем, новогодний Гарри Поттеровский скотч. Если можно его так назвать. Ячейка номер 9 располагается прямо на названии Поттер. И здесь я вижу какую-то ткань. Все маленькое такое, миниатюрное, непонятно. А, скорее всего, это салфетка для очков. Ну, или для каких-либо стеклянных поверхностей. Опять же, с принтом, который посвящен Гарри Поттеру. Обязательно запоминайте наполнение. Ведь, конечно же, я вас попрошу написать в комментарии, что вам понравилось больше всего. Ячейка номер 11. Так. И здесь у нас похоже то же самое, что было в ячейке номер 8. Магнитная закладка для книги. Но на этот раз на ней изображен Гарри Поттер, играющий в квиддич. Ячейка номер 12. Вот она. И здесь у нас три скрепки. Конечно же, с главными героями. Таким образом они выглядят. И, конечно же, на них костюмы, в которых они были на балу. Все в том же Кубке Огня. Ячейка номер 14. Так. Здесь у нас значок. Который очень трудно достать. Вау. Вот это интересная штука. Значок, на котором изображен герб Хогвартса. Выполнен он, кстати, неплохо. И вполне его можно носить на одежде. 15 ячейка. Смотрим, что же в ней. Так. Опять приклеено. Мало того, что так тяжело достать, еще и приклеено. Это полупрозрачная наклейка с надписью «Команда Квиддича». Идем дальше. И 16 ячейка. Ну а здесь я такой уже открывал. Это штампы по Гарри Поттеру. Вот так он выглядит. И давайте на чем-то оставим штамп. Например, на бумажках, которые попадались ранее. Я, конечно, приложил много усилий и сильно размазался штамп. Но ничего страшного. Суть, я так понимаю, вы уловили. Так, так, так. 16 ячейка номер 17. Так, в ней, судя по всему, еще одна наклейка. Только на этот раз золотой снич. Ячейка номер 18. И мы практически уже у финиша. Ага. Не буду доставать полностью, но здесь у нас попался пазл. А из этого пазла собирается листовка с Сириусом Блэком. Ну, именно так, где он был изображен с табличкой, когда был узником Аскабана. Ячейка номер 19. И здесь скручена вот такая длинная наклейка. Она тоже является фосфорной, судя по всему. Это следы. Следы, которые отображались на карте мародеров. Ячейка номер 20. И опять я не могу ее найти. Как это работает? Так, 23, 24, 21. 22. Ну, а где же ячейка номер 20? Так, ну это уже какие-то шутки. Вообще в упор не вижу. А, вот она. Такая маленькая, прям еле видная. И тут разрывается вообще пол календаря, отрывается вместе с ней. А внутри, а внутри, что это такое? Я не совсем люблю, когда что-то вот интересное, оно сложено таким образом, что потом мнется. Это, судя по всему, держатель для карт London to Hogwarts. Платформа 9,3 четверти. Держатель для карт в виде билета на платформу 9,3 четверти. И я вставил туда карту, иначе попросту не смог бы показать вам. Потому что этот держатель сильно помялся и уже не держит свою форму. Тем не менее, меня до сих пор удивляет находчивость и разнообразие того, что я нахожу внутри. 21 ячейка, и ее я видел. Вот она. Долго искать не придется. Тем более, осталось совсем чуть-чуть. Оу. Это конфетка. Но не простая. Да нет, довольно-таки простая. Хотел сказать, не простая, потому что думал, что с двух сторон вытаскивается маркер. А вытаскивается он всего лишь с одной стороны. Зеленый маркер. Опять же, пробуем на нашей бумажке. Ну, в общем, ничего особенного. Конфетка, маркер. 22 ячейка. А вот здесь, судя по всему, то, на чем надо рисовать маркером. Блок с бумажками, на котором изображены сладости. В том числе и знаменитая шоколадная лягушка. Предпоследняя 23 ячейка. Она довольно-таки маленькая. Интересно, что там. Ага. Я такой штукой не пользуюсь. Но, возможно, что среди вас есть те, кто на свой телефон прикрепляет кольца. С обратной стороны, ну, такой, знаете, специальный держатель. Ну, конечно, опять же, тематика Гарри Поттера. Как иначе, здесь изображены дары смерти. Ну, оно не сильно-то хорошо вращается, поэтому не знаю как. То есть, вот так на палец надевается кольцо, и вы, как бы, ваш телефон устойчивее в руках. Он никуда не выпадет. Лепится это все на двухсторонний скотч. В общем, кому-то, возможно, это понравится. И последняя 24 ячейка. Я сразу забегаю вперед, потому что она самая большая. Я, конечно же, видел наполнение. Оно изображено и показывало, опять же, в начале видео. Так, смотрим, все ли ячейки пустые. Да, все ячейки пустые. Календарь практически развалился, потому что, ну, очень хлипкие ячейки расположены крайне близко друг к другу. Что ж, носочки. По тематике Гарри Поттера. Даже можно не показывать их сильно близко. Они довольно-таки большие и неплохо сделаны. Сверну их обратно. Ну, что ж, все наполнение перед вами. И этот набор стоил 1100 гривен. Ну, а выводы делать только вам. Пишите в комментариях, стоит ли он того или нет. И что конкретно вам понравилось из этого набора. Но, а я скажу, что это довольно-таки большая цена для вот этого наполнения. Хотя, возможно, здесь стоит платить конкретно за эмоции. Куча разных подарков, неожиданных совершенно. Ну, если не смотреть с обратной стороны наполнения, а открывать вот вслепую. То вас ждет довольно-таки увлекательный процесс. Тем не менее, если взять стоимость всего этого наполнения, то, конечно, оно будет гораздо ниже той цены, по которой я его покупал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ну, а чтобы я это понял, обязательно ставьте лайк. Проверьте подписку на канал. И если кнопка до сих пор красная, сделайте ее серой. И спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока.